Самарское региональное отделение «Союзмаш-Россия» выступило за изменение стандартов подготовки рабочих. По мнению машиностроителей, современное производство требует принципиально новых подходов к системе обучения кадров, а без квалифицированных специалистов отечественная промышленность не сможет конкурировать на мировом рынке. Кадровый вопрос стал ключевым на расширенном заседании Совета Самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России», которое провел его председатель Владимир Аветисян. Текущую ситуацию обсудили члены Совета организации. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности, заместитель председателя «Союзмаш» Владимир Гутенев, руководители крупных предприятий и вузов. Подробности в материале Евгения Курдова. Внедрение методов дуального обучения в систему подготовки кадров для машиностроительного комплекса это тот путь, которым сейчас идет сфера образования Самарской области. При таком подходе теорию будущий рабочий или инженер изучает в СУЗе или в УЗе, а практические знания получает на предприятии. Если брать наш аэрокосмический, то там удалось более или менее вот эту всю цепочку, всю вертикаль подготовки кадров отработать лучше, по другим направлениям. Пока это до конца не доделано, не сделано. И мы будем работать, и то, что привлекает сейчас внимание самих работодателей, машиносоюз, к этой теме, на мой взгляд, это очень важно. И вот в рамках совместной работы мы на самом деле можем достаточно быстро решить эти задачи. Кадровый вопрос на расширенном заседании Совета Самарского регионального отделения СУЗа машиностроителей России, который провел его председатель Владимир Аветисян, был основным. Усилия, которые в этом направлении предпринимает и государство, и предприятие, и сам СУЗМАШ уже дали плоды. За последние два года доля выпускников школ, поступающих в специальные учебные заведения, выросла с 40 до 49%. Технические профессии при этом выбирают больше половины молодых людей. Однако сейчас необходимо пересматривать и сами программы подготовки. Сегодня, если говорить о том, что было 5 лет назад, и сейчас совершенно другие требования к специалистам, которых необходимо готовить. Поскольку, если сегодняшний домостроительный комбинат, это главный компьютер, который управляет всеми процессами. Это люди в белых халатах, которые используют уже и композитные материалы для связи и арматуры. Но это совершенно другая подготовка. Сейчас государство активно содействует подготовке таких кадров, в том числе за счет софинансирования стажировок специалистов за рубежом. Эффективность использования бюджетных средств определяется не только качеством подготовки специалистов, но и определяется, идут ли те молодые люди после окончания учебы работать по профессии. К большому сожалению, в предыдущие годы процент по естественному ученому инженерному блоку составлял не более 20%. Сейчас в связи с ростом зарплат, в связи с повышением престижа инженерной профессии, этот процент увеличивается в разы. Еще один эффективный инструмент – создание при узах базовых кафедр ведущих предприятий. Такой используется для профессионального роста две базовые кафедры, которые созданы были совместно с Государственным техническим университетом и САСГАУ. За последние два года к нам после стажировки и работы пришли на работу 8 молодых специалистов. В перспективе одним из ведущих комплексов подготовки высококвалифицированных кадров станет Технополис «Гагарин-центр». Это целый инновационный город, в первую очередь которого должна быть построена к 2018 году. Пока же, по словам участников расширенного заседания, необходимо решать вопрос модернизации материально-технической базы СУЗов и ВУЗов. Устаревшее оборудование не позволяет давать студентам необходимые знания. Есть и еще одна проблема. Между тем, с дефицитом кадров сталкиваются не только предприятия, но и профтехучилища. Зачастую не хватает преподавателей, которые готовят будущих рабочих. Поэтому директора СУЗов предлагают заводским специалистам приходить с ними работать на полставки, а после выхода на пенсию и на полную. По итогам заседания члены совета приняли резолюцию, в которой подготовили ряд предложений Федеральному министерству труда и социальной защиты, правительству Самарской области и региональному министерству образования и науки. А в неофициальной части мероприятия речь зашла о расширении сотрудничества со Швейцарией и ее кантоном Невшотель, который успешно развивается, несмотря на разногласия со странами Европы. Владимир Гутенев вручил губернатору Николаю Меркушкину памятную медаль 215 лет по ходу российской армии под командованием Суворова, а Владимиру Аветисяну памятную медаль в честь 200-летия российско-швейцарских дипломатических отношений. К слову, лишь символическими жестами это сотрудничество не ограничивается. В Самаре открывается швейцарский центр. А летом 2016 года в губернаторском центре пройдет второй международный российско-швейцарский форум День инноваций.